Еще один момент, который беспокоит не только музыкантов, но и всех людей, которые активные, которые пользуются различными сервисами. Как сейчас все это дело оплачивать? Виза и Мастеркард ушли, перестали работать, постепенно все подписки будут слетать. Касаемо музыки, я вижу, что проблема с оплатами различных плагинов, различных подписок, в том числе и популярный сплайс, нельзя оплатить, и другие. Сейчас пока прошло мало времени, каждый находит какую-то свою лазейку. Сейчас мы конкретно просим своих знакомых, которые находятся за рубежом, оплачивать все наши сервисы. У нас их достаточно много в нашей деятельности западных. Постепенно пытаемся находить какие-то российские аналоги, потому что в долларах, понятное дело, они очень сильно выросли. И там, где это возможно, конечно, будем все менять на российские аналоги. В ближайшее время все популярные банки обещают начать выпускать карты Unipay. Насколько я знаю, на текущий момент это не панацея, не суперрешение, потому что не на всех сервисах, далеко не на всех сервисах принимают. Но опять же, я верю в то, что бабло победит, и большинство сервисов все-таки не будут упускать в страну с населением 140 миллионов человек, и все-таки себе прикрутят какой-нибудь Unipay. Либо через какое-то время найдется какой-то другой способ, которым всем массово будет пользоваться. Тут просто следим за ситуацией. В ближайшее время каждый решает вопрос, как он может. И да, похожая ситуация с дистрибьюторами, особенно с теми, где вывод был, например, на PayPal. Вот сегодня мне пришло письмо о том, что с 18 марта, кажется, PayPal перестает работать, в принципе, с российскими кошельками. Тут тоже, пока я не вижу какого-то одного конкретного выхода, с каждым дистрибьютором приходится как-то индивидуально решать вопрос, кто и как может осуществить выплату, как перенести каталог, если это нужно сделать и так далее. Мы сейчас сами пытаемся разобраться, пишем пост на эту тему. Напоминаю, что тут в описании ссылочки на все наши соцсети. Подписывайтесь, и как только он выйдет, сможете первыми этими советами воспользоваться. Еще одна тема, которая беспокоит музыкантов, которая беспокоит нас, ну и вообще всех людей, которые снимают видео, что будет с YouTube, заблокируют, не заблокируют. И с текущей позицией на момент 12 марта выглядит, что его точно заблокируют. Заблокируют, скорее всего, уже на следующей неделе. Пока не имеет сам YouTube, все возможные поводы для этого отдает, и, похоже, так это и случится. Сразу возникает вопрос, что делать с клипами, что сделать с видео, куда их выкладывать. Мне кажется, в случае с YouTube так получилось, что особенно нет альтернативы. Я думаю, что большинство пользователей YouTube так или иначе VPN освоит. Если это будет не YouTube, то из текущей точки выглядит единственная альтернатива, это ВКонтакте. Routube из текущей, опять же, точки, из текущей позиции его работы, как будто бы оказался совершенно не готов к тому, что на него массово начнут переходить пользователи. И сейчас выглядит абсолютно неконкурентоспособным. Какая-то невероятно долгая модерация. Все там знакомые блогеры, все пишут о том, что загрузили видео на YouTube, и оно модерируется по несколько дней, недель, до сих пор ничего не вышло. Даже те видео, которые были загружены там недели назад. Может быть, конечно, что-то изменится, но у них было много времени на подготовку, и по факту оказалось, что все-таки они не готовы к тому, чтобы принять весь трафик. Для того, чтобы помочь креаторам освоиться на площадке, все подсказать, помочь, поддержать. Сейчас мы видим что-то обратное, то есть это скорее сложности, чем поддержка. И да, есть еще Яндекс.Зен. На него, как минимум, я бы выкладывал контент. То есть по поводу продвижения пока не уверен, что стоит туда какие-то платные способы использовать. Но с точки зрения контента и до всей этой истории у нас есть примеры успешных каналов-артистов, где просмотры сопоставимы с тем, что мы видели на YouTube. То есть там есть аудитория, есть просмотры. Как минимум, если вы сделали видео какое-то, на Яндекс.Зен тоже его стоит выложить. YouTube, я уверен, не умрет. Даже если его заблокируют, большинство пользователей будет сидеть через VPN, как минимум до момента, когда появится какая-то нормальная, адекватная альтернатива. Сейчас как будто ее нет. В ВК видео ок, они обновили свой видеораздел, добавились неплохие рекомендации. Возможно, часть пользователей уйдет туда. Но как будто пока это не такая однозначная альтернатива. Если говорить о клипах, если вы планируете их снимать в ближайшее время, или вы уже их сняли и планируете выпуск, платных способов на YouTube сейчас не так много. Это плейлисты и это в основном какие-то внешние источники, либо интеграции в другие каналы. Плейлисты бы я точно использовал. Единственный момент, что большинство крупных плейлистов, они зарубежные. Даже если они русскоязычные, то, как правило, ими владеют ребята из-за границы. И да, сейчас будет нюанс, связанный с тем, как их оплачивать. Мы сами столкнулись с такой проблемой сейчас в процессе решения. Но при этом этот источник трафика, он такой ограниченный. То есть вы туда не сможете очень много денег потратить. И все-таки в ближайшее время основные бюджеты на продвижение клипов, похоже, будут уходить ВКонтакте. Еще один вопрос, с которыми столкнулись многие музыканты, в том числе связанные с переездом, временным, невременным, оставаться в России, уезжать. Тут, конечно, вопрос сложный, и тут каждый человек должен задать его сам себе, взвеситься за, против, желательно не принимать решения в условиях паники. Сейчас как будто бы паники стало меньше, но тем не менее, если вы все-таки решили переехать, я бы подождал хотя бы месяц. И в течение него, собственно, готовился планомерно к переезду, параллельно думая о том, нужно вам, не нужно. В общем, чтобы у вас было время немножко больше подумать. Если говорить про меня, то я понимаю, что я работник, предприниматель сферы культуры. Я родился, вырос в этой стране, понимаю ее, понимаю ее культуру, понимаю людей, которые тут живут. Тут живут все мои друзья, родственники. И да, конечно, тут есть свои нюансы очевидные, но я очень люблю Москву, и для меня однозначно плюсы жизни здесь перевешивают минусы. Ну, верное и обратное, минусы переезда в другую страну для меня все-таки перевешивают ее плюсы, поэтому я принял решение никуда не уезжать, будем оставаться тут с вами. Развивать то дело, которое мы делаем, по крайней мере, пока это возможно. Если в какой-то момент станет абсолютно невозможным, предприниматели тут будут не нужны, музыка, возможно, тут будет не нужна, тогда буду действовать уже по ситуации. Еще на этой неделе было много новостей про уходы мейджор-лейблов. Sony, Warner, Universal все приостановили работу. Насколько я понимаю, пока никто не заявил о том, что он окончательно уходит. И я думаю, что приостановка работы – это именно то, как оно и называется. То есть именно приостановка с последующим возобновлением. Я ставлю на этот сценарий. И опять же, если окажется, что я ошибаюсь, что это плохо. Это крупные компании с большими бюджетами, которые в том числе вливались в Россию, давали авансы музыкантам, и, соответственно, денег, наверное, становилось больше. Плюс западный каталог тоже развивался, музыка вся цивилизовывалась, уходило пиратство с помощью этих компаний. Сейчас, если уйдут компании, с этим будет сложнее, но, тем не менее, рынок пустым не бывает. Любой вакуум очень быстро заполняется местными продуктами, компаниями, предпринимателями. Поэтому в любом случае будем работать с тем, что есть, будем жить, развиваться. В конечном счете все будет хорошо. Другая новость этой недели по поводу остановки работы Spotify в России. Опять же, пока непонятно, что это такое. Это приостановка работы, это уход, или просто дело в том, что они не могут принимать карты. Если это последний сценарий, то очевидно, что научатся принимать карты, сделать какое-нибудь юрлицо в России, и все, Spotify снова в России. Если это какое-то более масштабное политическое или экономическое решение, возможно, Spotify не будет. Понятно, что все ждут также реакцию Apple, будут ли они что-то делать, приостанавливать работу или нет. Как будто с текущей точки похоже, что не будут. То есть, если бы хотели, как будто уже много времени было, чтобы это сделать. Но меняется все быстро. Возможно, уже когда будем монтировать это видео, уже оказывается, что это не так, и какое-нибудь такое заявление Apple выпустит. Мне почему-то кажется, что ни один стриминговый сервис не уйдет, потому что набор базы подписчиков, занятие очень сложное, дорогое. И у нас есть достаточно сильные аналоги, конкуренты, русскоязычные. Это Яндекс.Музыка, ВК.Мьюзик. И как будто даже уход на 3-4 месяца может подарить, собственно, российским аналогам, конкурентам всю их базу подписчиков, и потом очень сложно будет ее возвращать. Возможно, я такой оптимист, но я ставлю на то, что стриминговые сервисы все-таки не уйдут из России, в том числе, я думаю, из Spotify. Еще вопрос по поводу выплат. Если все-таки стриминговые сервисы уйдут, уменьшится, не уменьшится выплата, я думаю, что они как раз срочно точно уменьшатся достаточно сильно, в более долгий срок тоже уменьшатся, но уже не так значительно. То есть те, кто получал копейки, они и продолжат получать копейки. Те, кто получал достаточно, чтобы жить на эти деньги, так и будет получать достаточно, чтобы жить на эти деньги. Ну, наверное, чуть более скромно. То есть меньше можно будет позволить себе как в плане общих сумм, так и в плане соотношения с курсом доллара. Но при этом это будут все равно хорошие, достойные деньги. Друзья, возможно, YouTube заблокирует в ближайшее время или уже заблокировали, но лучше поздно, чем никогда подписаться на канал, поставить колокольчик. Мы в любом случае будем продолжать его вести, и несмотря на блокировку возможную, будем все выкладывать через VPN. Куда же мы без YouTube? И давайте напоследок подведем итоги текущей ситуации. Действительно, Instagram блокирует уже очевидно. По моим прогнозам, 40-60% людей останутся с VPN, поэтому продолжаем его вести. Сейчас особенно внимательно смотрите за ВКонтакте, освежите все профили, оформление, описание, сделайте интересные посты, попробуйте перегнать часть ваших подписчиков из других соцсетей ВКонтакте, предложив какой-то эксклюзивный контент. По поводу YouTube тоже похоже, что его заблокируют. Возможно, уже заблокировали, когда вы это смотрите. При этом, опять же, я думаю, половина, как минимум, пользователей останется и будет смотреть его через VPN. Поэтому продолжаем туда публиковать контент. Параллельно введем в ВК. Если говорить про платные способы, то это скорее ВКонтакте. По поводу ТикТока пока не ясно, но в любом случае продолжаем делать контент такого формата. В принципе, он в любой соцсети сейчас есть, и он сейчас один из самых востребованных. Что в Инстаграме мы видим и по своему аккаунту, и по аккаунту артистов, набирает больше, чем, скажем, сториз, или больше, чем посты, охватов, просмотров и так далее. Что ВКонтакте тоже в виде большой сильный рост. YouTube шорст показывает пока не такие классные результаты, но, тем не менее, почему бы его туда тоже не разместить. Так что продолжаем делать контент, продолжаем делать релизы. Соцсети пока остаются у нас плюс-минус те же самые. Наверное, пока на время у нас выбор ТикТок, все остальное в строю. По поводу новых соцсетей я бы чуть-чуть подождал бы хотя бы пару неделек, может быть месяц. Понял бы все-таки, куда имеет смысл инвестировать ресурсы, и уже после этого бы начал их инвестировать. Потому что сейчас за неделю я узнал 5 новых, наверное, соцсетей, и все артисты максимально призывают туда подписаться, сделали там свои аккаунты. Но все-таки перспективы их в сравнении с ВКонтакте или с Телеграмом, они пока достаточно туманные, на мой взгляд. И да, друзья, помните, что все когда-нибудь заканчивается, война заканчивается, кризис заканчивается, люди хотят жить хорошо, люди хотят развиваться, люди хотят слушать музыку, ходить на концерты, получать радость от жизни, получать удовольствие. И это естественная человеческая природа, люди всегда будут хотеть этого. Поэтому не унываем, продолжаем работать. Я продолжу следить за новостями, будем делать для вас контент, как видео, так и контент в соцсетях. Много постов у нас по поводу антикризисного менеджмента, что и как делать, куда бежать, чем сейчас заниматься. Так что подписывайтесь, следите за нами в соцсетях, ссылочки все, как обычно, в описании. И увидимся. Так что подписывайтесь, будем на связи.